Звуковой маршрут прогулка по городу стал результатом работы творческой лаборатории. Просто спокойно послушайте какое-то время Петропавловск-Камчатский. Встречи со звуковым художником и исследователем звука Глебом Глонти прошли в рамках фестиваля «Звук вокруг». Прислушивались ли вы когда-нибудь к Кавачинской бухте, а к стадиону «Спартак» или, быть может, к фудкорту на Веге или рынку на шестом километре? А вот звуковой художник Глеб Глонти вместе с участниками лаборатории исследовали, как человек живет среди звуков, что такое звуковые среды и как они влияют на людей, а также, как звучит Петропавловск, какие звуки наполняют город. Мы непосредственно в городе и даже за пределами города, то есть у нас была одна выездная экспедиция, мы посещали различные пространства, которые вот затем потом вошли вот в эту карту, которая сейчас доступна всем желающим, и можно начать, помимо того, что начать формировать свои маршруты относительно своих предпочтений, но и воспользоваться моими подсказками, и как-то начать с этих точек, которые я сюда нанесу. При выборе мест куратор лаборатории руководствовался не только звуковой составляющей, но и насыщенностью пространства. В получившейся карте отражены впечатления звукового художника, но каждый человек в указанных на карте точках узнает что-то своё. Сам город гостя впечатлил. По словам Глеба Глонти, тут уникальная звуковая среда. С одной стороны, сопки создают защиту от различных звуков, с другой стороны, вода присутствует, но она не всегда активная, то есть не всегда шторм, не всегда буря, она достаточно спокойная. Поэтому в целом в городе очень тихо, и это такая тишина, которую ты вообще ищешь по жизни, потому что трудно именно в такое место попасть. Глеб Глонти рекомендует воспринимать пространство как новый и непонятный объект. Сужая рамки восприятия до некоторых мест, нанесённых на карту, он рекомендует начать исследовать городскую среду через проживаемые ситуации, в том числе аудиальные, и сформировать свои предпочтения и маршруты. Любой звук, который вы слышите в городе, если вы не любите играть в игры, и себе игры никогда никакие не ставите, чтобы интереснее проживать в жизни, для вас это будет просто звук банальный, так называемый банальность. Но если вы творческое воображение включите немножечко, в детство отъедете, и начнёте мир воспринимать что-то интересное и невообразимое, то эти звуки начнут для вас играться, складываться в картину, и в другом вы будете понимать. Проект «Глеба Глонти. Просто послушайте, какое-то время» возник в 2017 году как звуковое граффити. Со временем он усложнялся и в итоге превратился в проект о звуковых средах городов и пространств, в которых обитает человек, и самое главное – о внимательном отношении к этим средам. И вот, благодаря фестивалю «Звук вокруг» проект звукового художника реализован на Камчатке. Создана звуковая карта нашей краевой столицы. Продолжение следует...